Я хотел показать на примере вот этой стены, почему цементно-песчаная штукатурка Фюгенфюллер, какой-то, короче, фашист И вот так берем и вставляем Это настолько затягивает Почему не гипс, почему не смеси? Инспекция приехала Вот такой растворчик я делаю Мы наконец-то заштукатурили все стены Получилось это вот так, и получилось это очень даже неплохо Мне, во всяком случае, нравится Теперь следующая процедура, которую мы должны с вами завершить по этой комнате Это прошпатлевать ее Меня за прошлое видео очень много ругали Что я не называю материалом, который я выбрал Ребят, почему я беру эту штукатурку на сегодняшний день? Может быть есть лучше, я уверен, что есть лучше И много различных вариантов Это, наверное, самый простой вариант Потому что она самая дешевая Ребят, на самом деле все намного лаконичнее Просто у меня осталось два мешка, которые сейчас я на эти стены хочу истратить Если вдруг не хватит, может быть возьмем там что-то получше Есть, кстати, какая-то, говорят, фигенфюрдлер Какой-то, короче, фашист Вот еще такая есть, может быть ее купим Не знаю, посмотрим, если не хватит Так, теперь смотрите Со мной, помните, диалог был о том, что розетки Кутеляпа, не ставь их Это все внутри за***л, конечно, очень сильно их Но это все, я думаю, вытрем щеточкой аккуратно Да и если там грязь останется, ее никто и видеть не будет Но главное песок оттуда убрать пылесосом Получилось прям заподлицо, хотя говорили, что лучше не ставить Но я и сейчас считаю сам, что лучше не ставить заранее Потому как вы можете не попасть У меня здесь фортануло и получилось отлично Здесь попал, розетки встали прям в ноль Поэтому шикарно Вот там, видите, да, коробочка тоже миллиметров на пять Она у меня утонула Поэтому вот здесь вообще страшно Там сантиметра полтора Но я думаю, что я обрежу вторую коробку Дорощу ее и замажу И будет она в ноль И причем фишка в том, что коробка станет больше Комфортнее будет чувствовать себя сама проводка Она не будет друг к другу прижата Я ее немного раскидаю Так, по проводке, что я сделал? Вы меня, конечно, сейчас будете многие ругать Электрики профессиональные особенно Дурость совершил такую Короче, я ее скрутил Потом я ее пропаял И еще одел сизы Ну то есть тройная защита Три в одном Я думаю, что хуже не будет После того, как мы все оштукатурили На следующий день Я приехал и выдернул все маяки Ребят, маяки выдергиваются крайне просто Вообще поддеваете за низ И если вы где-то саморезы даже и вкручивали Вылетают на раз Вообще одним дергом Поэтому волноваться за это не стоит И даже уделять времени Внимание ваше с видео По маякам я не стал Потому что смысла нет Пойдемте, покажу, что с маяками Вот они сейчас у меня в таком виде Какие-то, кстати, даже получились Ровно вышли аккуратненько Можно клочки нарезать Например, над окнами Какие-то проемы сделать ими То есть я думаю, что что-то даже Можно будет использовать Но остальное, оно пойдет на выброс Ребят, еще знаете, моменты страшные Какие получились Короче, вот здесь у нас 7 сантиметров Примерно получилось Вот даже видите, да? Вот Вот это расстояние Это все бетонная стяжка И я вот думаю Это не может рухнуть Когда-нибудь на кого-нибудь Это же страшно Это же плита бетонная Представляете, какой-то вес Мы будем надеяться Так-то она на сетке висит Далее, как мы с вами разговаривали Я добавил еще одну розеточку под телевизор Теперь у меня две розетки Интернет ТВ Антенна И две под сеть Также у нас вот здесь Аккуратненько заложен кабель-канал Который вон там выходит для того, чтобы опустить HDMI Или какие-то другие кабеля Мы с вами это обсуждали Наверху там будет двойная розетка Для каких-то таких интересных задач Типа, может быть, внутренняя камера IP-шка Или это может быть сигнализация Вариантов тонна Здесь розетка, которая будет дублироваться Еще, наверное, здесь Хотя, я не знаю В принципе, вот я легко достаю Если учесть, что еще полы у нас поднимутся на 10 сантиметров Чистовые То, мне кажется, и ребенок достанет несложно Чтобы включить или выключить что-то там Какую-то иллюминацию, подсветку новогоднюю и так далее То есть, я думаю, что, может быть, даже и не стоит дублировать ее внизу Хотя, с другой стороны, если я захочу зарядить телефон на подоконнике Ну, например, вот сижу за компьютером Чтобы мне никуда не лазить Я на подоконнике могу кинуть телефон Там, планшет, там, хоть что, ноутбук заряжать И тянуть туда наверх провод просто некрасиво будет Друзья, приступаем Может быть, этого не стоит делать Но я все-таки Я пройду эти стены еще раз водичкой Просто из своего любимого жука Для того, чтобы была лучшая акдезия Хотя, я уверен, что она и так будет отличная Стены еще влажноваты И после этого мы начнем с вами штукатурить И вы сейчас такие Что же он делает? Надо же идти штукатурить А он фигней занимается Кружочки какие-то вырезает Пойдемте, покажу, зачем И вот так берем и вставляем Получается аккуратно, что самое главное И сейчас мы заштукатурим То, что внутри есть песочек, это не страшно Потому что это не бетон Этот песочек, он Вот такой есть вариант Смотри, вставляем туда бумагу Потому что там, тем более, ничего у нас еще нет Там даже проводки нет И вот так продеваем И все, и проблем можно так сделать Да, еще, ребята Один главный момент Перед тем, как грунтовать Обязательно пройдите всю поверхность Либо щеткой, либо рукой, либо теркой Только аккуратненько терочкой проходите И у вас весь песочек, который есть в стенах Он уходит, он насыпается вниз Перед грунтовкой не забудьте Это важно Я вчера это сделал Вот такой растворчик я делаю Для шпатлевки Называть будем это предварительно Штукатуркой, наверное Да, шпатлевка у нас будет чуть позже Она будет белая А это мы заканчиваем штукатурную часть дома Еще раз говорю, ребята, я не знаю, может быть это делается не так Но я делаю так Получается все ровненько и аккуратно И у нас меньше уйдет шпатлевочного состава Потому что штукатурка, она О, а я их потерял Штукатурка, она хоть как Все равно забирает Забивает вот эти неровности Пазики, которые где-то я все равно оставил В любом случае, посмотрите даже Видите, выщербленки, они все равно есть И если я сразу бы сейчас начал финишкой это все дело То, конечно же, я бы потратил ее много А так, я сейчас делаю все ровненько в ноль Мы смотрим потом Если есть какие-то бугры и недочеты Я их шлифану предварительно И потом уже пройдемся финишкой с вами Уже полимеркой Вы отсюда наблюдайте, хорошо? Блин, кончилось Спасибо У нас народный контроль настройки Инспекция приехала Проверки Не знаю, сейчас примут, нет? Ну да, вот и фон Сразу смотрится Все? Кажется, выше Стань, потолки Друзья, продолжаем Ребята, работа потихоньку идет Это просто офигенски Мне очень нравится Посмотрите, как стена приобретает ровные контуры И это просто, блин, это прям Это энергия, короче На самом деле даже не думал, что я смогу так ровно сделать Так, еще я хотел бы ответить на такой вопрос Который мне задавали зрители Когда увидели видос про штукатурку И спросили у меня один такой интересный вопрос Почему цементно-песчаная штукатурка? Почему не гипс? Почему не смеси? Отвечу просто Ребята, вот эта комната По-моему, около 60 квадратных метров На нее мне ушло около 98 ведер Ну, давайте будем говорить 100 ведер песка В один мешок 20-килограммовый Входит где-то, наверное, 2 ведра Приблизительно Ну, вы сами уже поняли, что это около 50 мешков У меня ушло только на одну комнату 10 тысяч Только за штукатурку За одну комнату А за 10 тысяч я могу привезти 30 тонн песка Которого мне хватит почти на все комнаты Простая математика Я не знаю, может я там немножко сейчас наврал Я вот сейчас уже прочитываю в голове, почему 10 тысяч На самом деле там больше выходит А, ну это я по 200 посчитал, она дороже Ну, не важно, не суть Короче, я сделал цементно-песчаную И очень рад Было, конечно, не так легко, как это делать с смесями Потому что смеси, они намного легче ложатся на стены С ними легче работать Ребят, если как бы позволяют финансы Почему бы нет, делайте Вообще не проблема Я поработал с песком Тут было всего 4 песка Один цемент и вода Все А, мыло немножко Такой отличный раствор Кстати, эхо появилось В этой комнате не было эхо А сейчас так прям Вот смотрите, выходим с вами в коридор сейчас И здесь я разговариваю Уже никакого эхо нет Хотя здесь помещение объемнее И здесь, по идее, эхо должно быть К вопросу о том, сколько мешков уйдет, ребят Четыре мешка только ушло на то, чтобы сделать миллиметровый слой Представляете? Вот на эту комнату Там где-то миллиметр, где-то немножко в пазики зашло Но на самом пакете было написано, что одного мешка хватает на 3 квадратных метров Здесь 55 квадратов, по идее Но это при толщине 5 миллиметров У нас толщина где-то миллиметр, два И уже теперь я знаю на будущее Потому что у меня все остальные помещения, они примерно той же самой квадратуры Я теперь буду знать, какие рационы, сколько чего мне надо будет приблизительно на эти стены Из ошибок, которые я допускал В прошлом и теперь буду стараться не повторять Это все-таки утапливайте маяки по максимуму Если у вас, вы вкрутили саморезы контролирующие И какой-то из саморезов там торчит миллиметров на 5 Дотопите его до конца, а те на 5 миллиметров Понимаете? То есть сделайте самый ноль Самый ноль сделайте прям к стене Я вас уверяю, это будет правильнее У вас будет очень маленький слой раствора Вы меньше запаритесь Плюсов куча Но еще один момент про пеноблок Первое, кто мне говорил, что какие у тебя корявые страшные стены? Ребята, где? 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 Где корявые стены? Они теперь просто классные Они реально ровные И кто теперь скажет, что там была плохая страшная стена? Проблем нет, это первое И второй момент, который ребята, которые говорили и говорят сейчас Что я ни в коем случае не буду делать пеноблок Потому что на него фиг что повесишь В него гвоздь не завьешь В него там что-то еще, короче Та-дам! Ребята, можно вешать хоть что? 2 сантиметра штукатурки И можно вешать хоть какие полки Все, что вы хотите И последний, самый классный Я хочу выразить огромнейшую благодарность Тому подписчику, я не помню как зовут Который написал Не делай гипсокартон И привел к примеру эти 2 дома Помнишь, да? Спасибо тебе большое И он сделал здравое рассуждение Он построил Я вкратце, чтобы вы не искали в комментариях В предыдущем видео эти моменты Я вам вкратце расскажу В общем, этот парень построил 2 дома Один они 2 одинаковых дома Один они обшили гипсокартоном А второй заштукатурили И когда они пустили отопление Они поняли, что в том доме, который из штукатурки Тепло держится намного дольше Чем в доме, который зашит гипсокартоном Простой вывод Что стены из-за гипсокартона не прогреваются И соответственно, после того, как печь перестает работать Дом остывает Чаще всего в своих видео я говорю вам Что, ребята, у вас есть своя голова на плечах Делайте выбор, решайте сами В данном случае я хочу сказать, ребята А ведь правда, не используйте гипсокартон Точнее, используйте его, но на межкомнатные перегородки Отлично На внешней ограждающей конструкции штукатурьте Ну действительно, это правда, это логично У вас дом будет нагреваться, держать эту температуру И если вдруг отключается какой-то источник энергии Обогреватель, свет отключили там Или отопление, еще проблемы какие-то У вас просто стены будут какое-то время греть Это же супер Я вот когда эту тему прочитал, я просто обрадовался Потому что у меня полы бетонные Это же все тоже являются своего рода батареями Я буду стараться делать так, чтобы они эту температуру брали в себя И держали ее Это же классно То есть по сути вот этот бетонный пол Это уже является своего рода батареей Он нагрелся до 30 градусов, да? До 27 Отключился газ, не дай бог Он будет ее отдавать свое тепло и все Прелесть, большое спасибо Да Ну что, ребят, давайте отвлеклись Мне чаще говорят, больше работай, чем болтай Но мне охота с вами еще и поговорить Простите меня за такую нелепость Но мне очень нравится, когда мы ведем с вами диалог Я вам накидываю свои мысли А потом читаю ваши комментарии То есть в таком виде у нас и происходит с вами взаимосвязь И мне она нравится Так, ну все, ребят, ладно Заболтался, я погнал дальше И не переключайтесь Потому что сегодня мы это заштукатурим Сегодня понятно, что мы уже не сможем шпатлевать Потому что это все сырое еще И касаться этого нельзя Но утром, а у вас через 5 минут Мы будем с вами заниматься шпатлевкой Оставайтесь с нами У меня прошла целая ночь У вас 5 минут У вас 5 минут У нас стена высохла Вы видите, что она прям уже однородная стала Цвет практически везде уже такой хороший Вот там еще высыхает Но эта стена уже сухая И прям видно, что она приобрела 1 тонн Мы сегодня шпатлюем Полимерной финишной шпатлевкой Рекламировать не буду Сами увидели, сами поняли все При том, что мы будем наносить слой 0,1 мм Производитель нам гарантирует 164 квадратных метра покрытия В нашем случае, как вы уже помните У нас 55 квадратов И наносить мы будем, конечно же, не слоем 0,1 Мне кажется, здесь миллиметр-то точно будет Ориентируемся, что два пакета у нас точно уйдет Но не будем загадывать Давайте приступать к работе Как вы знаете, избушку, которую побелили фигуренько И вот все выпирает Но я уверен, что сейчас первая шпатлевка высохнет Она беллезну свою выбросит И плюс еще мы потом прошлифуем все это дело И еще покрасим Буду эмассионкой И просто станет конфета, я уверен, ребята Ну уже ровно Во-первых, по маякам ровно шел Потом еще шпатлевочкой протянул И я вижу, как стены становятся ровными Но где-то порой бывает печенька попадает И я как шпателем веду Он сыграет и небольшое ребрышко Поэтому после того, как это высохнет Обязательно, конечно, пройдемся вот такой вот штукой Смотрите У меня такая советская старая-старая Уже он ржавая Где-то уже в воде лежала Ей проходим Все выравниваем Потом смотрим, надо ли нам еще второй раз это делать Если второй раз не надо То уже, в принципе, все, можно красить Так, хочу вам сказать, что на эту комнату У меня сейчас Вот, мне кажется, мешка хватит Реально Итак, друзья, не буду скрывать Прошло два дня С того момента, когда мы оставили нашу стройку В таком вот виде Наша шпатлевочка Очень хорошо подсохла Я хочу сказать, что она очень хорошо обрабатывается Прям легко Если забивается камешек Прям постучал и все Я купил такую упаковку этих Наш датчик, наверное, даже не пригодится Скорее всего, одной хватит Мы прошлифовали на первый раз Я хочу сказать, что по ощущениям стены ровные Сейчас мы протягиваем это все Забивая все бугорочки Потому что бугорочки все равно небольшие какие-то остаются Потом прошлифуем И все, и можно белить, заезжать Потому что комната готова Ну, я имею ввиду, что к стенам больше прикасаться не придется Ну что, замешиваем раствор И вперед Ребята, я хочу сказать Одну мысль Это настолько затягивает Это так прикольно Реально уже около 10 вечера Я уже должен был домой ехать Но я хочу допинать Супер Получается просто шикарно Все косячки сразу видно Я уверен, что осталось Клифануть последний раз И наша стена готова В конечном итоге у нас получилась вот такая конфета Классная, ровненькая, красивая Прям мне нравится То есть, в следующий приезд Я уже протяну все стенки Возможно, покрашу это все водоэмульсионкой Так, на разик И все, и можно вставлять рассеточки Уже пользоваться этой комнатой По-настоящему То есть, по факту В этой комнате до отопления Осталось сделать наливные полы Это будет в ближайших видео И, конечно же Мы пристреляем какую-то пароизоляцию Чтоб у нас потолки уже работали И все было в этой комнате классно Ну, установка двери, не знаю Интересно, нет? Потому что это дверь бэушная Но посмотрим Ну и останется окна То есть, по сути Главная Главная для меня тяжелая работа Это были стены На канале еще очень много видео Оставайтесь с нами Не переключайтесь Если вы подписаны на наш канал Ставьте лайк Кто не подписан Подписывайтесь И нажимайте колокольчик Колокольчик нажали Вам приходит уже следующее видео Ну, а если прям вы все это сделали И хотите помочь нашему каналу То я буду просто счастлив Если вы поделитесь этим видео В социальных сетях В любых своих социальных сетях Тут под видео Прям есть кнопочка такая Сейчас, смотрите Она где-то вот тут у меня Эта кнопка Вот тут Нажимаете на кнопочку Поделиться Выбираете любую социальную сеть В которой вы есть И это видео Просылаются видосы С этим видео Ну, тем друзьям, конечно Которые строят Или планируют строить Спасибо, что вы с нами Спасибо, что вы в нашей команде До скорых встреч Пока Я хотел показать На примере вот этой стены Вы можете понять Как просматриваются неровности На тех стенах Которые мы штукатурим Посмотрите То есть, получается Выложен блок неровно И он создает тень Под блоком Видите Когда этой тени нет Когда все ровненько Вот, например, как вон там Да Также мы понимаем На той стене Которую мы штукатурим Шпатлюем Где конкретно плохо Где конкретно хорошо Ну, такая суть Такой пример Небольшой Ну, все Поехали домой Время уже поздно